Привет всем друзьям, как новым, так и старым. Блог работает, а значит еще живет право на правду. Даже если она очень сильно кому-то не нравится. Рад видеть у себя новых зрителей. Слушайте, думайте, пишите. У вас есть возможность стать постоянными зрителями канала. Если вы подпишетесь и не забудете нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления. Судя по последним двум роликам, как минимум половина подписчиков не получает уведомления. Друзья, ролики выходят регулярно. И если вы не получаете уведомления в течение недели, это совсем не означает, что на блоге нет новых видео. Это значит, что вас отписали. Или просто не отправляют вам уведомления. Прежде чем начать основную тему ролика, послушайте. Этот небольшой мой стих. Послушайте, подумайте внимательно. Послушайте очень внимательно. И позднее послушайте еще раз. Я думаю, это будет очень вам полезно. Преамбулка к стихотворению. Тоже моя. Каждый имеет право строить свою жизнь в соответствии со своими представлениями о счастье. Я караулю ночь на грани тьмы и света, Где тишина всегда в себе самой живет, Где нет дорог назад, А крики безответные, Где завтра никогда к ногам не подползет. Я караулю сам бессменно, Неустанно. Мне не покинуть пост, И сон не для меня. Враг грань не перейдет, И званный, и не званный. Я караулю ночь, И страж зовут меня. Я караулю день, И страж зовут меня. Я караулю день, Без права на ошибку. Хаос в одной руке, Порядок есть в другой. Тьмы капельки к щекам, Росой легкой липнут, И бесконечный зов Всегда над головой. Бессмысленные часы, Нет времени у стражи. Бессмысленные слова, И я их отдал богам. Я караулю ночь, Ее страшна пропажа. Я только меч судьбы. Как тяжело рукам. Ну и в конце. Каждый достойный Сам выбирает место Своей стражи. Идем далее. Перейдем к содержанию ролика И поговорим о такой, Набившей всем оскоренную теме, Как создание СССР. И постараемся честно, Открыто и непредвзято Подумать о том, Что вы услышите. Потому что Последнее время Очень бурные дискуссии идут. Вы не знаете, По поводу СССР, Что же такое было, Надо ли в него возвращаться. И так далее. Вам надо понимать, Что я многих из вас, К сожалению, Иногда больно раню. Из вас Сдираю постепенно Старые И присохшие К душевным ранам Бинты Лжи. А это зачастую Сильно больно И очень Неприятно. Я это понимаю. Но по-другому я поступать Не могу. Я не знаю почему. Вот я обязан это делать И все. Но когда вы Очистите себя От этих Вонючих тряпок Обезболивающих Как вам кажется Ваше лжи, Вы увидите, Что ран на самом деле Никаких у вас На душе нет. Что именно Бинты Этой лжи И не дают Ей жить И дышать Спокойно И свободно. И что Эти лживые Антисептики Всякие Как Мазик, Кремы И присыпки Пропитывающие Бинты лжи На самом деле Всего лишь Яды Имеющие Одну Только Настоящую Цель Убить Любым способом Извести В ноль Вашу душу. Я сейчас Повторяю. Убить Любым способом Извести Вашу душу. Еще Одно Маленькое Отступление К сожалению. Вот Список тех Кто Откликнулся На просьбу О поддержке Развития Блога. Потому что Блогу К сожалению Нужно Очень много Материала Для организации Качественной Его работы. Эти люди Смогли А главное Искренне От чистого Серва Захотели Что Блог Продолжал Жить И работать Я могу Назвать Их имена Больше Всех Перевел Сергей Скворцов 50 евро Далее Перечисляю Лана 10 евро Констин Из Питера 5 евро Михаил Из Киева 5 евро Андрей Хакимов 1 евро Ариана Круз 1 евро Тихомир Котов 5 евро Я всем Приношу Искреннюю Благодарность За Поддержку К сожалению Пока Этих денег Не хватает На то Чтобы даже Купить Нормальный Микрофон Как я уже Говорил Я И так Трачу Очень много Средств И очень Рома Своего Времени Отбросив Совершенно Дела Которые Раньше Я постоянно Делал Которыми Занимался Даже Часть Увлечений Ущерб Себе Семьи Увлечения Я Сижу И делаю Эту работу Но Идем Далее Теперь Возник Еще Один Вопрос Я Просил Всех Кто Не Может Оказать Помощь Перейти На Тип По ссылке Так Вот И Просто Зайти Туда И С правой Стороны Там Ешь Окошко Маленькая Реклама Кликнуть И 20 25 Секунд Послушать Рекламу Это Позволит Вам Канал Тоже Получить Какие-то Деньги На Его Развитие Это Небольшие Деньги Человек 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 Два Два Или Три Цента Будет С Одного Человека В зависимости От Страны Проживания Но Если Придет Тысяча Человек Это Уже 20 30 Так Вот Только 17 Человек Из всех Зрителей И Стоят Что Тысячи Людей Ставят Лайки Нашли 30 Секунд Чтоб Перейти По ссылке На Типи И Помочь Каналу Это Так Просто Информация Да Кстати Реклама Там Совершенно Безобедная Реклама О самом Сервисе Типи Слушать ее До конца Совершенно Вам Необязательно Тем Больше Он Скорее Чего Будет На Английском Языке Но Теперь Перейдем К теме Все-таки Основной Нашего Ролика И Больше Отвлекаться Не Будем Итак Что Мы Знаем Об Истории СССР Берем Официальную Версию На Каждой Пробоведе Шаманы От Истории Супоением Внушают Что После Великой Октябрьской Революции Которой Как мы С вами Уже Выяснили Никогда На самом деле Не Был Смотрите Ролик Старые Газеты Он Называется На Территории Империи Власть Захватила Партия Большевиков Под Руководством Не то Куклы Не то Клона Не то Вообще Манекена На Броневике Не то Николая Не то Владимира Ульяна И Верховная Власть В стране Стал Узурпировать И иметь В любом Количестве В любом Месте Съезд Рабочих Крестьянских Солдатских Солдатских Депутатов На Сам Деле Во главе Партии Большевиков Стоял Совсем Не Ульянов Стоял Некий Господин Леон Бронштейн Как мы Уже Выяснили Всего Этого На территории Империи Никак Не могло Быть Никаких Съездов Рабочих Крестьянских Солдатских Депутатов Никто Никуда Никаких Депутатов Не Не Выбирал Если Вы посмотрите Трилогию О Казаках Вы Там Я четко Говорю Что Население Империи Не менее 75% Ее Населения Составляли Казаки Которые В это Время А именно В этот Период С января 1916 Года С упоением Резали Великие Китайские Красноармейцы Или Великая Китайская Красная Армия Вернее Резали Эти Красноармейцы Китайские Женщин Детей Стариков Так как Основная Масса Мужчин Из Казачьих Земель С упоением Водушевлением Умирала В страшных Боях На фронтах Братоубийственной Бойни Которую Называют Первой Мировой Войной Их Даже Отправили В огромном Количестве На территорию Франции Где они Закрывали Своими Телами Дырки На французском Франко-немецком Фронте Демоны Довольны Временное И пошли Домой И пошли домой Поехали Домой Куда Как они Домой Пойдут Они Пешком Не пойдут Они Рынулись Захватывать Составы На Железнодорожной Станции Где Попали Под Огонь Заградительных Отрядов Под командой Комиссара Я подчеркиваю Комиссару Временного Правительства Институт Комиссаров Был создан Немедленно После того Как появилось Так называемое Временное Правительство Это совсем Не произведение Комиссар Не произведение Ни Ульянова Ни Троцкого Да-да Если вы не знали Институт Комиссаров Был учрежден Не Лейбой А господином Керенским И господином Львовым Князем Львовым 5 марта 1917 Года А никак Не в 18-м Году Еще раз Подчеркиваю До так называемой Актиарской Революции Очень далеко В феврале Отвлекся Николай Второй 5 марта Уже создан Институт Комиссаров Когда Господин Львов Князь Львов Вообще Непонятно Что за Львов Устранился Всех губернаторов И всех Вице-губернаторов То есть Сломал Через колено Всю вертикаль Власти Империи Моментально Была уничтожена Вся система Власти В империи И назначила На их место Комиссаров Временного Правительства Которых 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 Непонятно Представьте В феврале Там Проходит Всего Несколько Дней А 5 марта Уже Появляются Комиссары Которых Из воздуха Буквально Произвели То есть Отготовили Заранее Они уже Знали Что они Будут Комиссарами Нам Потом Начали Рассказки Что это Начали На должности Комиссаров На зачале Руководителей Земских Управ Земское Управ Не тот Орган Где можно Найти Комиссар Я на это Время Тратить Не буду И вот На этих Самых Комиссаров Временного Правительства Возложились Все права И обязанности Губернаторов То есть Были За Всего Две За две Недели Керенский И любым С момента Возникновения Временного Правительства Разложены И уничтожены Все институты Власти Как военные И административные Так и Фактически Любой формы Власти На территории Империи Включая Полное Уничтожение Полиции И вся Власть Вы думаете Перешла В чьи руки В марте Месяце Она Перешла В руки Парней В кожных Тужурках Это не Троцкий Придумал Парней В кожных Тужурках В марте 17-го Года Появились Эти парни В кожных Тужурках С большими Маузерами На боках И А совсем Не После Октябрьского Переворота На самом деле Страну Романов За две Интерии Сами же Романов Превратили В анархию В анархию Неуправляемую Абсолютно То есть Возникли Никем В реальности Неуправляемые Территории На которых Хозяйничали Банки Красных Китайцев Во главе Которых Стояли Эти самые Комиссары В кожных Тужурках Которых Назначали Этих парней Назначались Они назначались В местных Синагогах И Подчинялись Только Непосредственно Отделу Который Назывался Коминтерн Интернационал А этот Дел Был И полностью Руководился И Ошли Его руководство Этим Интернационалом Коммунистическим Так называемым На самом деле Осуществлялось Еврейской Социалистической Партией Которая Существовала При И Руководила Осуществлялось Руководство Из Питерской Московской Синагоги И Вот Эта самая Армия Коминтерна Из Китайских Корейских Латышских Венгерских И прочих Революционеров Нашла Зверски Уничтожить Население Империи Эти Самые Комиссары Быстренько Для дальнейшего Развала Уничтожения Страны Придумали И нарисовали На бумаге Некие Советы То есть В некоторых Зданиях В некоторых Губернских Городах Не во всех Империй Появились Вывески Совет Рабочих Крестьянских Солдатских Депутатов Ну Страна Анархия Полиции Нет Городовые Не работают Жандармерии Нет Армия Распущена Ну Сами понимаете Что творится На улицах И Кого-то нам Интересует Кто Чего Пишет Кто Что Хотел Кто И писал На зданиях Анархия Никто На эти здания На которых Был написан Совет Рабочих Крестьянских Солдатских Депутатов Внимание Не обращал Крестьяне Как вы понимаете В это время Получив Разрешение Захватывали Земли Сколько Могут Рабочие Продолжали Работать На заводах Потому что Работать Не надо Зарплату Надо Получать Те Которые Не остановились Потому что Военные Заводы Моментально Остановили Солдаты Еще не Пришли С фронта Да и Не могли Прийти Потому что В это время Усильно Пулеметами Эти Самые Комиссары Расстреливали Так называемых Загородительных Отрядов Объясняя Это тем Что они Не должны Были Бросать Фронт И что Война Идет До Победного Конца Но Солдаты Все равно Захватывали Поезда И рвались Домой Устал От страшной Окопной Войны Сидящей У них В печенках Не надо Забывать Что уже Прошли Хорошо Организованные Массовые Бродания С немецкими Австрийскими Солдатами На фронтах Которые Были Хорошо Организованы Сверху И солдаты Перестали Веять Перед собой Врагов И с той С другой Стороны Враги Исчезли Побратались Вместе Рюмку Убили Пообнимались Побросали Оружие И пошли Домой Почта Как вы понимаете Моментально Прекратила Свою работу Только Было Какое-то Небольшое Телеграфное Сообщение И то Не со всеми Уберния К середине Марта Керенский Благополучно Уничтожил Официальную Финансовую Систему Страны То есть Самая твердая Валюта Мира Проводилось Ничто Если в других Странах мира Той же Франции И так далее Были большие Напряги С валютой Были страшные Проблемы Была инфляция Была карточная Система То в России До февраля 2017 года Не было ни карточной Системы Ни голода Все магазины Работали Все банки Работали Все учреждения Работали Чаатры Работали Рестораны Работали Кафе Работали Но страну Моментально Завалили Изъяв Нормальные Деньги Тысячами Цветных Тысячами Тон цветных Отпечатанных Шабумажек Так называемых Керенок Которые Не стали Сразу же Стоить Ничего Совершенно То есть Все Это Была Макулатура Сначала Там Можно Было За чемодан Керенок Хоть что-то Купить А потом Вообще Ничего То есть Это была Полная Сто процентная Анархия Во всех Сферах жизни И деятельности Населения При этом Хорошо Финансируемые Хорошо Организованные Националисты Пачками Уходили В народ Прямо Избород Синагог И Неважно За кого Они Себя Выдавали Что В Грузии Что В Баку Что В Риге Или Киеве Хотите Пример Как это Легко И просто Делается Ответьте На простой Вопрос Кого Синагога Назначила Президентом Украины Недавно Ну Вернемся К истории Создания СССР И так Нам говорят Что Некая Группа Неизвестных Личностей Которые Никого Не представляли Которых Называют Почему-то В бумагах Представительными Российской Социалистической Федеративной Советской Республики Украинской Социалистической Советской Республики Белорусской Социалистической Советской Республики И Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики Как Вам республики создавались? Где их власть? Где их правительство? Ничего не известно. Итак, эти самые делегаты от этих самых республик, которых никто не избирал, я вас уверяю абсолютно, ни в одном селе, ни в одном АУ, нигде, никто за них не голосовал. 29 декабря 1922 года провели конференцию от имени делегаций этих самых республик, несуществующих. То есть, несуществующие, никому не известные делегаты проводят конференцию от имени несуществующих республик. Что тут может быть правдой? Абсолютно ничего. Ноль. Мы имеем партию большевиков, которая везде захватила власть. Что в Закавказье, что в Киеве, что в Минске. Ну, мы понимаем, что это за партии, что это за люди. Вот эти комиссары, они уже с марта месяца там рулят везде. То есть, реальную власть они захватили 5 марта. Потом почему-то одного комиссара Керенску вывезли, другого комиссара завезли. Я уже в ролике о Брест-Литовске доказал, что никаких съездов, советов, включая четвертый внеочередной, который рефицировал мир, Брестский мир, никогда, нигде не проводилось. Более того, к январю 1922 года все население Москвы и население Питера, я сейчас скажу страшную вещь, было полностью, стопроцентно уничтожено под ноль. Их многих даже не резали, не убивали. Их просто заморили головой. Было в Москве несколько кварталов в пределах Бульварного кольца, на которых кипела очень веселая жизнь воевателей. Смотрите ролики на эту тему. Многие не поверят, но я в планируемом ролике вам абсолютно точно скоро он выйдет и железно докажу, и расскажу, как быстро и эффективно всего лишь за несколько месяцев уничтожили не только казачество, а казачество я уже рассказал, не только русских мужиков, но и население двух столиц. нигде нет никаких документов, подтверждающих проведение этой конференции. Нет списка делегатов, нет протоколов, нет ничего. Потом там что-то сооружали после 1937 года. В среднем начали все это сооружать с 1933 по 1939 год, все эти документы. Но они все фальшики, потому что там даже шрифт совершенно другой употребляется. Вы можете себе представить, что за сутки, за сутки, причем с 29 по 30, даже меньше, чем за сутки, так все это было организовано, потому что уже 30 декабря этот договор был дружно подтвержден на Первом Всероссийском съезде Совета. Думайтесь, Первый Всероссийский съезд Совета. То есть 29 декабря некоторые люди, некие люди, если они люди вообще, без гражданства, ибо империи нет, а республик, то существует только воображение некоторых личностей, только на бумаге. собрались на какой-то не то бандитской, не то городской сходке под охраной китайских красноумейцев из ЧК, попили в водовке и решили написать договор. Если взять еще по 250 на грудь, а потом взяли и написали, а потом отправили не депеши везде, телеграммы по всей стране, срочно, немедленно, за ночь провести выборы во всех губерниях на всей этой огромной территории, выбрать делегатов Первого Съезда, Всероссийского Съезда Совета, Думайте сами, Советского Съезда нет, а Первый Съезд, Всероссийский Съезд Совета, СССР, уже существует. То есть, Съезд есть, ничего нет еще, Съезд есть. То есть, за 5-9 часов выбрали по всей стране территорию несуществующего Союза делегатов, телепортировали их в Москву, и тут же, с утраца, после большого количества рассола, хаши, лечебных стопочек и свежих бутербродов с икрой, утвердили этот договор, который стал, стал, так сказать, основой образования СССР. Встаем дружно и начинаем петь гимн. Сначала Божий царя храни, потому что это все его заморочки, так как без этого беса ни одно дело такое на земле не происходило. Потом начинаем дружно петь гимн СССР, а потом, наверное, надо еще включить соответствующую музыку и станцевать в 7.40. Но что-то мне совсем не хочется в 7.40 танцевать. Если вам хочется, можете потанцевать. Так вот, этот договор юридически оформил, нам говорят, важное, создание нового государства СССР. И эта дата считается датой создания СССР. Дружные, бурные, продолжительные аплодисменты, переходящие в аварции. То есть, с 1922 года по 1991 год у нас было что? Кто реальный, где создал такое государство? На самом деле, все это время Советы всех уровней, и мы это прекрасно знаем, жестко контролируясь структурой Агентства национальной безопасности США, которая на территории СССР носила название партия Большевиков, потом стала, превратилась в партию коммунистов, КПСС. На самом деле, как я уже говорил в двух роликах, все руководство осуществлялось конторой некого господина Хаммера, Армандо, который и назначал марионеток во все органы власти СССР. В тысячу, включая господина Горбачева, и включая господина Ельцин, в 1947 году после войны по неизвестной нам причине исполнитель главной партии на оккупированной территории Иосиф Сталин вдруг решил выйти из игры и устроил некоторые странные вещи. Он почему-то решил стащить полностью из себя контроль этих самых Хаммеров и установить и на личность свой контроль на огромную часть мира. Как это произошло и почему он начал преследовать адептов мирового равената и начал так называемый процесс врачей, дело врачей, я сказать не могу, честно, не готов, не могу сказать, почему он начал этим делом заниматься. Но раз он начал, то его быстро и ликвидирует. Потому что самодеятельность в этом деле никем не поощряется. Мы делаем жесткой вертикали власти над всем миром и никакие шуточки тут не проходят. Для любителей СССР могу добавить, что США не являются суверенным государством. И их президент, конгресс и прочие должностные лица не имеют никакой реальной власти вообще. Даже под своей крышей своего дома. Они не имеют реальной власти даже над своей одеждой и образом жизни. У этих маневр так свободно нет никакой. У них вообще нет никакого маневра для свободы. Все истории войны США за независимость, да и вообще вся история создания США по уровню правдивости также такие же байки для любителей патриотов, которые любят очень отмечать день независимости США. И тоже любят петь гимн, слушать гимн США, который на самом деле является русской песней Хасбулату Довой. То есть, что история создания СССР, что история создания США, нигде вы не найдете ни одного слова правды. Но затем самой США, она может быть будет интересной, еще очень далеко. Я только начал разбирать историю американского континента. А мы с вами сейчас только что разобрались с 1922 годом создания ССССР, вернее его организации и структурной вертикали его власти. Благодарю за внимание, до новых встреч, ждите новой роли. Всего вам доброго. Продолжение следует... Продолжение следует...